И у вас сейчас, насколько я понимаю, либо первая, либо вторая по величине клиентская база из банков Казахстана. Первая? Или вторая? Как считать? Мы не сравниваем. 5 миллионов. Мы говорим, что у нас нашими сервисами пользуются приблизительно около 5 миллионов человек за последние 12 месяцев. Мы себя ни с кем не сравниваем. Да, это я помню, но здесь мне было важно зафиксировать просто цифру. 5 миллионов человек пользуются сервисами Каспи. Вы же первоначально шли к какой-то цифре. Вот эта цифра, я предполагаю, что когда вы пришли в Каспи 10 лет назад, вы сказали себе, что я хочу, чтобы треть населения Казахстана или 60% работающего населения, людей трудоспособного возраста, это примерно та цифра, которую вы сейчас обладаете, они стали клиентами Каспи. Или у вас была какая-то другая задача? Как вы это видели? Был какой-то количественный показатель, который вы перед собой ставили, когда Каспи становился вот таким банком в общем восприятии, потребительским, я имею в виду, прежде всего работающий с физическими лицами? Ну, у любого бизнеса, который работает с потребителем, конечно, количество клиентов является одним из показателей. И, ну, исходя из этого, у нас есть понимание объема рынка, то есть мы смотрим на, когда мы запускаем сервис, мы смотрим на его востребованность и насколько он будет популярным и есть какой потенциал у каждого из сервисов. То есть, соответственно, мы каждый раз как бы оцениваем свои возможности и насколько рынок интересен и скольким людям мы можем там помочь улучшить жизнь. Соответственно, такие показатели являются одним из показателей, на основе которых мы принимаем решение. Ну, чтобы у нас был показатель, например, а сколько у нас клиентов будет через три месяца, через шесть месяцев, через год, таких показателей у нас нет. Ну, вы, вроде бы, ожидали, что пять миллионов человек будут пользоваться сервисами Каспи, станут клиентами? Ну, я думаю, что у нас не было такого, что, а как же пять миллионов человек может стать? Ну, то есть мы строили крутую и продолжаем строить крутую компанию. То, что пять миллионов стали клиентами, это в первую очередь за счет, ну, качества наших продуктов и доступа к нашим продуктам. Я к чему в том числе, Михаил, веду? Я к тому, что новый рынок… Ну, цели такой пять миллионов не было никогда. То есть цели там иметь три миллиона нет, но то, что результатом мы подводим, когда мы подводим итог, мы говорим, вот у нас столько-то клиентов. То есть это является итоговой цифрой. И вы результатом довольны, естественно? Ну, я доволен не… Ну, я думаю, каждый Каспи должен гордиться результатом, который у нас есть. Но я в первую очередь и многие в нашей команде в первую очередь ориентируются на обратную связь. То есть мы постоянно оцениваем качество наших продуктов, там спрашиваем, звоним нашим клиентам и задаем вопросы, насколько они довольны. И около 30 тысяч звонков мы делаем в месяц только для того, чтобы спросить мнение. Больше ничего. То есть я не знаю ни одной компании в мире, в принципе, которая в таких объемах оценивает обратную связь по каждому из своих продуктов. А данные по июлю уже готовы у вас? Вам их уже положили или по июню последние? Ну, у нас это динамично же. А, то есть вы видите их ежедневно? Они меняются ежедневно? Ну, да. Мы можем каждый день зайти. Какие результаты последние? Ну, хорошие у нас там 8 из 10 ставят нам оценку 5. Ну, то есть исследования, которые мы делаем, они отличаются очень сильно от других компаний. То есть мы не по e-mail опрашиваем, мы физически звоним. То есть у нас прям есть такой процесс, когда мы звоним один раз в 6 месяцев. То есть больше, чем один раз в 6 месяцев мы вам не позвоним с этим вопросом. Мы вам задаем там два вопроса. Оцените и почему. А потом уже мы все здесь начинаем смотреть обратную связь. И на основе этого рождается постоянное улучшение продуктов. То есть если вы видите, оно постоянно меняется, постоянно мы что-то улучшаем, что-то исправляем, потому что всегда есть, ну, всегда есть, что можно сделать лучше или поправить. Вот. И плюс отдельно совершенно это уже инновационные вещи. Инновационные вещи, мы их отдельно делаем. Вот. И это то, что на уровне обратной связи невозможно получить такие идеи. На это мы отдельно запускаем все наши сервисы новые. Они запускаются на основе там нашего видения и чего-то крутого, уникального, что мы хотели бы сделать.